Добрый день! Сегодня мы создадим свою первую полноценную 3D сцену, рассмотрим различные типы источников освещения и настроим схемы освещения для различных ситуаций. Свет мы будем настраивать по-взрослому, как в настоящей фотостудии, поэтому прежде всего нам необходимо создать циклораму. Но прежде чем перейти к созданию циклорамы, хотелось бы обсудить деформер и загнуть. Для этого давайте создадим куб. Сделаем его чуть повыше. И теперь нам надо применить деформер и загнуть. Он находится наверху в панели инструментов. Выбираем деформер и загнуть, нажимаем на него, и он у нас появляется в нашей строке объектов. Теперь для того, чтобы он применился на наш куб, левой кнопкой мыши его зажимаем, тянем, и у нас появляется курсор, стрелочка вниз. Мы помещаем наш деформер как дочерний объект. Таким образом он получается внутри куба. Еще один способ, как это сделать. Это изначально, когда мы хотим применить наш деформер. Мы нажимаем клавишу shift на клавиатуре при активном объекте, держим ее и выбираем деформер. И он у нас автоматически помещается сразу в дочерний объект куба. Теперь смотрим, что у нас здесь есть в деформере. То есть это размер рамки. Как видите, вокруг объекта у нас стала тоже сиреневая рамка в цвет нашего деформера. Мы можем ее увеличить. То есть зажимаем левой кнопкой мыши в области стрелочек. Давайте сделаем чуть побольше, чтобы он был более очевиден. Степень воздействия нашего деформера меняется параметром интенсивность. Нажимаем левой кнопкой мыши на область стрелочек, тянем вверх либо вниз. То есть он работает и в отрицательную, и в положительную сторону. И видим, что наш деформер некорректно применяется к нашему кубу. Все потому, что нам не хватает полигонов. Конечно, у нас в кубе всего по одному полигону. Перейдем в него и увеличим наше количество сегментов. Например, по высоте хотя бы поставим 10. И вот видите, у нас уже стал более корректно изгибаться наш куб. Давайте включим сетку полигонов NBIS клавиатуры и сразу видим, как это все происходит. То есть увеличим еще больше. Ну, 18 можно оставить. Возвращаемся обратно в деформер. Переходим во вкладки изогнутки. То есть здесь вот уже видим, как действительно корректно происходит воздействие деформера. Интенсивность регулируется в градусах. То есть если мы поставим 360 градусов, у нас деформер делает полный оборот. Сейчас этого не происходит, потому что у нас рамка деформера немного больше нашего объекта. Поэтому можно нажать здесь кнопку «Согласовать с родительским объектом». Вот. И таким образом у нас деформер принимает параметры опять-таки нашего куба. Тело, на которое он воздействует. И замыкается. То есть по сути вот этот параметр даже можно заанимировать. И у вас будет анимация со сгибанием и разгибанием объекта. То есть по сути вместо куба может быть любой объект. Направление действия нашего деформера силы воздействия определяется по вот этому вектору с квадратиком на конце. То есть мы можем еще регулировать его вручную в разные стороны. Давайте удалим все. Циклораму мы будем делать из объекта плоскость. Нажимаем на куб и выбираем объект плоскость. Давайте сделаем ее больше, чтобы у нас поместились все объекты. 2500 на 2500 сантиметров. Давайте сразу докинем ей полигонов. Допустим хотя бы 100 на 100 пока. А дальше посмотрим. Отлично. Теперь применим к ней деформер и загнуть. Зажимаем shift, выбираем деформер. И он у нас помещается под плоскостью в дочерний объект. Начинаем увеличить интенсивность. И видим, что несмотря на большое количество полигонов, у нас ничего не происходит так, как нам хотелось бы. Все потому, что, как я уже говорила, у деформера есть определенная сила воздействия. И сейчас она происходит не в той плоскости. Потому, что plane у нас это абсолютно плоский объект. Так, давайте увеличим у нашего объекта толщину. Потому, что было 0, так как она приняла параметры родительского объекта. И здесь мы видим, вот у нас появилась наша сила. Но, когда мы меняем наше направление, у нас она, видите, куда смещается? Смещается вправо, а должна смещаться вверх. Поэтому развернем наш объект. То есть, мы остаемся на вкладке изогнуть. Начинаем поворачивать, зажимаем shift и поворачиваем на 90 градусов наш деформер. Увеличим это расстояние. То есть, у нас 2500. Должен быть, чтобы он не был таким узким. 2500, потому, что у нас плоскость такой ширины. И по высоте его сожмем. И по высоте. И теперь возвращаемся к деформеру. Видим, вот он у нас начал работать корректно. И вот наша сила, которая как раз направленная. Которая выталкивает наш бенд наверх. Деформер изогнуть. Теперь нам надо, чтобы он образовывал угол где-то градусов, наверное, 120. Можно еще развернуть деформер так, чтобы потом плоскость не разворачивать. Еще на 90 градусов, но уже относительно оси Y. Давайте повернем. Таким образом, чтобы сюда мы потом, как в циклораму, помещали наши объекты. Возвращаемся в деформер. Можно его толщину подобрать. Вот таким образом мы его условно к середине стягиваем и выставляем интенсивность где-то. Сейчас посмотрим, как это все будет смотреться. Нам нужен угол больше 90 градусов, чтобы был между плоскостями. И так, наверное, градусов 80, в принципе, нас устроит. То есть, когда нам на фоне не нужны такие острые переходы с тенями между полом и нашей стеной, то мы создаем вот такую изогнутую циклораму. И уже потом на ней размещаем наши объекты. Теперь давайте разместим заранее подготовленный объект из материалов к уроку. Это будут кроссовки. Здесь можно схватить его прямо в папке и кинуть в область в юпорту. Здесь, в принципе, все установки по дефолту устраивают. Здесь у нас вот такие кроссовки, левый и правый. Открылась в новом окне. Копируем их. Выделяем в окне объектов. Нажимаем Ctrl-C. Через окно переходим обратно в наш файл. И сюда помещаем Ctrl-V вставить наш объект. Давайте сделаем их покрупнее. Выбираем масштабирование и увеличим. Будем работать по факту сразу. Разместим наши объекты в сцене как-нибудь поинтереснее. И здесь нам как раз пригодится плагин Magic Center. Потому что сейчас, когда мы, допустим, выбираем правый кроссовок, у нас его центр, видите, находится абсолютно не в центре кроссовка. Если мы начнем его вращать, то получится не самая удачная манипуляция. Поэтому выбираем наш кроссовок и нажимаем плагин Magic Center. И вот у нас наш центр координат нашего кроссовка. Локальный поместился в центр самого объекта. То же самое с левым. Нажимаем Left. И нажимаем плагин Magic Center. И вот у нас наш центр появился именно в центре нашего кроссовка. Теперь мы можем вращать объекты уже более корректно. Теперь мы видим, что у нашего объекта оси стали отличаться от мировой системы координат. Для того, чтобы вернуться обратно к мировой, нажмем на инструмент Система координат сверху на панели инструментов. И видим, что у нас появилась мировая система координат. И объект может смещаться так, как он смещается. Вернуться обратно можно, нажав на тот же инструмент. И так мы начинаем перемещение уже в собственных осях. То есть это удобно. Нажмем на мировой оси обратно. Отлично. Давайте создадим подставку под наши кроссовки. Выберем инструмент Cube. Кроссовки появляются под ним. Сделаем его пошире. По площади. Посмотрим, где он у нас располагается. Давайте весь плейн вместе с деформером плоскость отодвинем назад, чтобы она не мешала нам в начале координат. Выделим все и сдвинем инструментом перемещения. Давайте в наши подставки сделаем фаски. Переходим в объект Cube. И снимем фаску. Давайте добавим им еще каких-нибудь интересных объектов. Например, из простого поставим сферу. Добавим сегменты. Пусть будет 32. Переключимся между плоскостями. Посмотрим, чтобы наша сфера была чуть впереди кроссовок. В принципе, это можно было сделать в проекции сверху. Посмотреть. Нажимаем колесико мыши. Перешли в плоскости. Здесь давайте кроссовки наши сдвинем чуть дальше. По центру куба. Давайте возьмем конус. И посмотрим, что интересного из него можно сделать. На прошлом уроке мы уже из него делали каплю. Радиус сверху оставляем такой же. Давайте добавим высоты ему. Допустим, 300. Переходим в крышки. И давайте выберем крышку снизу. И посмотрим, как мы ее можем скруглить. То есть работаем за желтые маркеры. В принципе, можно менять этим расстоянием. То есть вот у нас радиус. И вот у нас высота нашего скругления. Давайте добавим сегментов скругления, чтобы не было вот таких ломаных линий. Давайте 32 сделаем. Отлично. Вернемся непосредственно в сам объект. Сегменты по высоте добавим. Теперь будет 16, 24. Так, супер. И добавим циклический сегмент. Давайте тоже сделаем 32. Отлично, потому что сейчас мы будем работать с деформером, чтобы у нас было корректное применение его. Теперь также можно ее изогнуть и деформером изогнуть. Остаемся на конусе. С шифтом нажимаем деформер с панели инструментов. Он у нас применился на нашу каплю. Начинаем изменять интенсивность. И видим, как наши капли начинают удлиняться. Но удлиняется она немножко не по тем законам. Поэтому здесь можно поставить галочку «Сохранить длину оси Y». Таким образом, капля у вас будет пропорционально изгибаться. То есть, сама ее длина меняться не будет, потому что, когда мы убираем эту галочку, у нас длина меняется. Видите, она вытягивается. То есть, ну, можно и так, и так работать. Кому как интереснее. Но сегодня мне нравится больше, чтобы длина сохранялась. Давайте увеличим. Размер нашего конуса. Еще высоты добавим ему. 400, например. Да, отлично. Так мне больше нравится. Переместим его. Повернем, посмотрим, разместим в сцене, в общем. Переключаемся горячими клавишами. Это всегда удобнее. Выберем нашу сферу, скопируем ее, зажимаем Ctrl, тянем ее вбок. Супер. За маркер уменьшаем радиус. Смотрим. Давайте 40 оставим. Поместим его ниже. Здесь уже начинается такая фантазийная настройка сцены, поэтому домашнее задание вам использовать, возможно, другие объекты, другую помпоновку, посмотреть, что можно сделать на базовых шейпах. Всегда старайтесь размещать объекты не на одной плоскости, чтобы они расходились на виде сверху, на виде спереди, чтобы было это все объемно. Давайте еще возьмем полотонного тела. Не хватает нам немного граней. Вот. То есть еще раз, чтобы выделить два объекта, нажимаем Shift и выделяем эти два объекта. Они у нас оба уже тогда могут перемещаться. Так, давайте на наше платоновое тело тоже применим паску на платоновом теле в окне объектов. Оно у нас желтое, когда активное. Нажимаем Shift и выбираем в деформерах фаску. И наша фаска применилась. Скопируем наш куб. Зажимаем Ctrl и также можно в окне объектов его скопировать. Зажимаем Ctrl, тянем. У нас появляется значок плюс. И наш куб копируется. Теперь я хочу еще сделать оформление сзади. Давайте развернем наш второй куб на 90 градусов. Инструмент вращения. Начинаю вращать. Зажимаю Shift и поворачиваем на 90 градусов. Отлично. Вытянем его вверх. Отодвинем назад. Вернемся в него, посмотрим. Давайте 700 по высоте сделаем. Ну и по ширине, наверное, давайте увеличим. 550. Потом мы еще будем работать с настройками камеры в дальнейших уроках. И вот эти различные искажения вьюпорта у нас уйдут. Есть еще один способ создания параметрических объектов с помощью модификатора выдавливания и различных сплайнов. Модификаторы находятся у нас в зеленой группе на панели инструментов. Если зажмем левую кнопку мыши, то увидим, какие еще здесь есть инструменты модификаторов. Мы их будем рассматривать в течение курса. Как он работает? Для начала нам надо нарисовать контур. Давайте перейдем в режим проекционных видов. Нажимаем колесико мышки. И выберем вид сверху. Нажмем на него опять-таки колесико мышки. Берем инструмент сплайн ручка. То есть у нас здесь есть их несколько. Есть уже готовые сплайны. Но возьмем пока абстрактный. И рисуем по принципу такому, как и любая векторная графика, например в иллюстраторе, с помощью кривых без Е. Можно нарисовать какой-то контур, на основании которого мы будем уже вытягивать наш пикс-труд. Теперь для того, чтобы применить модификатор, нужно оставаться на том объекте, к которому мы хотим его применить. Нажать Alt и нажать наш модификатор. В данном случае это выдавливание на панели инструмента. Модификатор всегда применяется сверху объекта. То есть если у нас сиреневая группа деформеры размещаются как дочерние объекты к нашим объектам, то модификаторы, зеленая группа размещается наоборот над объектом. Давайте перейдем в режим проекционных видов в 3D. Нажмем колесико мыши здесь и нажмем на 3D виде. И мы видим, что у нас здесь начинает происходить какое-то выдавливание, но пока не в ту сторону, в которую нам нужно. То есть по идее наш объект должен выдавливаться из плоскости вверх. Соответственно он должен у нас выдавливаться по оси Y. Сейчас, когда мы находимся на объекте выдавливания, мы видим, что у нас перемещение, это тот самый параметр, который отвечает за выдавливание, у нас направлен по оси Z, то есть назад. И из-за этого у нас происходит ошибка. Поэтому нам надо обнулить наш параметр Z и увеличить наш параметр по Y. И вот мы видим, как наш контур начинает выдавливаться. Перейдем из режима точек, который у нас появился автоматически, когда мы рисовали сплай слева на панели инструментов, обратно в режим правка модели. Верхний куб без точек. Нажимаем на него для того, чтобы работать непосредственно с объектом. Что здесь еще есть? У нас здесь есть подразделение. То есть на сколько полигонов у нас будет делиться в поперечном сечении. Здесь еще важный параметр – это крышки. Крышки – это то, что закрывает наш объект сверху и снизу. То есть если мы берем крышку в начале, крышку в конце, это следующая вкладка, то видим, что у нас такая труба получается на базе нашего контура. Поэтому поставим крышки. И здесь тоже хотелось бы снять фаски. Поэтому здесь можно увеличить в случае фасок размер. Давайте поставим 0,5 см. Можно даже 1 см поставить. То есть фаска всегда выбирается сообразно общему масштабу нашего макета. Ну и количество сегментов также можно увеличить. Сделать 4, допустим. Вот и таким образом мы получили объект на базе некого абстрактного сплайна. И дальше можем уже с ним работать. При этом мы всегда можем вернуться к нашему объекту сплайн, перейти в режим редактирования точек, отключить наш объект выдавливания и как-то еще опять поменять форму, отредактировать путем переноса. В этом главный плюс параметрического моделирования. То есть можно каждые узелочки поправить, сделать абсолютно другую форму. Но нам сейчас это не нужно. Уберем наши фигурные сплайны и сделаем объемную рамку. Здесь уже есть предустановленные сплайны. И нам нужен сплайн прямоугольник. Он у нас автоматически появился в вертикальной плоскости. Поэтому в ней и будем работать. Скопируем его еще раз. Зажатым контролом тянем вниз. И он скопировался у нас внутри нашего первоначального прямоугольника. Возьмем инструмент масштабирования. Сузим его немножко так, чтобы действительно образовалась рамка. Давайте выделим два наших объекта зажатым контролом. И перейдем через плагин Solo в изолированный режим. Чтобы нам ничего не мешало на фоне. Теперь нам надо сделать не два отдельных прямоугольника, а конкретную рамку. То есть нам надо из большого прямоугольника вычесть маленький. Для этого у нас есть различные модификаторы непосредственно в сплайнах. Выделяем два наших прямоугольника с контролом. И заходим, удерживая левую кнопку мыши, обратно в инструмент сплайн ручка. У нас здесь в правом столбце есть различные способы формирования наших сплайнов. Самые часто используемые это сплайн вычитания, сплайн объединения и сплайн пересечения. То есть здесь можно все вариативно попробовать. Сейчас нам нужен сплайн вычитания. То есть нажимаем на эту операцию при выделенных наших двух прямоугольниках. Итого получаем мы один объект. Это уже будет конкретная рамка, образованная именно путем пересечения наших объектов. Перейдем обратно с режима точек в режим модели. Ну и дальше можем уже его редактировать и смотреть, что из этого получается. Опять нажимаем на режим Magic Solo. Вытянем нашу рамку повыше. Вернемся в 3D. Вот она у нас здесь располагается. Ближе к нашему объекту. И теперь тоже давайте применим к нему выдавливание. То есть с активированным прямоугольником нажимаем Alt и нажимаем инструмент выдавливания. У нас прямоугольник поместился как дочерний объект в наше выдавливание. Так как здесь у нас все корректно, выдавливание происходит по оси Z. Поэтому здесь даже не надо ничего менять в плане настроек, в какую сторону нам это необходимо выдавливать. Поэтому можем просто увеличить. Допустим добавим 30 см. Еще немного переместим. Вот таким образом у нас еще появляется рамка на поверхности. И давайте немножко скруглим наши фаски. То есть перейдем опять к выдавливанию нашего прямоугольника. Переходим на крышки. Здесь я не буду делать подразделения. Никаких дополнительных, поперечных. Потому что у нас в принципе и так плоский достаточно объект. Переходим в крышки. Ну и давайте поставим фаску 0,5 см. Даже наверное все-таки сантиметр в данном случае. И добавим еще один сегмент. Увеличим до 4. Форму оставим округленную. То есть фаски всегда придают больше реалистичности и лучше игре света на наших объектах. Для того, чтобы выдавливать какие-то шрифтовые объекты, например, логотип, либо надпись, сделанную фирменным шрифтом, в синеме есть отдельный инструмент, который называется MoText. Для этого нужно зайти в MoGraph. И здесь выбираем объект MoText. И вот у нас сразу появляется некий текст. Давайте его тоже изолируем. Перейдем на плагин Magic Solo. И посмотрим, из чего же он у нас состоит. То есть у нас здесь есть то же самое параметры глубины. То есть мы можем его задать. Давайте сделаем, допустим, 100. Посмотрим, как это будет выглядеть. То есть видим, что наш текст начинает масштабно уходить назад. То же самое есть разбивка поперечных сечений. Вот. На следующее окошечко здесь мы вводим непосредственно наш текст. То есть я сейчас буду работать со своим словом. Вы можете поставить любое другое. Пусть будет слово Color. И видим, что у нас автоматом текст поменялся. Здесь можно писать какие-то предложения. Можно скопировать несколько раз его. Можно написать в несколько строк. Мы остановимся на слове Color. Дальше во вкладке здесь можем выбрать шрифт. То есть здесь показываются все шрифты, установленные в системе. Я возьму, например, Прагматику. Экстраболт, наверное. Да, отлично. Давайте все-таки толщину поменьше сделаем. 40, допустим. И уберем разбивку. Она нам не нужна в данном случае, потому что текст у нас дальше по нашему макету деформироваться не будет. То есть горизонтальный интервал, если мы будем увеличивать, у нас будет изменяться расстояние между буквами. И если бы у нас было, опять-таки, несколько строк и высота строки, то есть таким образом у нас регулируется весь масштаб нашего текста пропорционально. Я 150, допустим, поставлю. Дальше посмотрим по факту. И здесь также нам надо задать фаски. То есть инструмент ModText, он по сути работает аналогично инструменту выдавливания, только мы уже здесь сразу работаем с живым параметрическим текстом, который можем менять. Потому что, по сути, можно было бы сделать некий векторный текст в иллюстраторе, поэтому импортировать в синему. Но тогда бы уже мы не могли менять сам текст. То есть пришлось бы обратно идти в иллюстратор, там что-то менять и сюда выносить именно наш сплай. Поэтому переходим в объекте ModText на крышки. Здесь то же самое, крышка в начале, крышка в конце. Если мы все убираем, у нас остается вот такая ленточная обводка. Нам это сегодня не надо. То есть мы еще ему зададим фаску. Давайте поставим размер фаски, допустим, 1 см. И увеличим количество сегментов, наверное, до 4 см. Давайте выйдем из изолированного режима, нажмем Magic Solo. Возьмем наш текст и поместим его в нашу рамку. То есть я сейчас делаю имитацию надписи Pantone. Давайте отмасштабируем его. Я перейду в режим проекционных видов, чтобы удобнее было размещать. Вернемся обратно в наш 3D-вид. Просто выберем средний инструмент в панели настроек рендера. Ну и вот сцену в базовых цветах мы уже собрали. Теперь можно перейти к настройкам освещения в нашей сцене и посмотреть, какие инструменты света есть в Cinema 4D. Только для этого давайте еще глобально поменяем цвет наших объектов в сцене. Он по умолчанию серый. Для этого мы переходим в окне атрибутов режим и выбираем сцену, либо Ctrl-Disk клавиатуры. Как я уже говорила, мы будем часто возвращаться к глобальным настройкам сцены в нашем курсе, но и в дальнейшем в работе. Здесь мы видим цвет объекта в серый 60%. Нажимаем на иконку цвета. И уводим наш цвет в белый. Ок. Видим, у нас поменялось освещение. Также на кроссовках в окне объектов давайте нажмем на теги цвета, на тег материалов и удалим его. И за рендерем посмотрим, что у нас теперь есть. Видим, у нас дефолтное освещение в сцене, которое позволяет хотя бы что-то увидеть. Если в настройках рендера убрать дефолтный свет, то мы тогда просто будем видеть черный прямоугольник. Дальше мы поговорим об этом. А дефолтное освещение, оно жесткое, но тем не менее позволяет нам хотя бы что-то увидеть на рендере. Итак, давайте рассматривать источники света. То есть я чаще всего использую классическое студийное освещение, либо для предметной съемки, когда у нас стоит соутбокс слева, соутбокс справа и фронтальный свет. Также можно использовать портретные схемы, тоже трехточечные. Только там один источник света распространяется в том числе и на задний план. Один чуть слева либо справа и один фронтальный условный источник. Вот также можно использовать различные фантазийные и точечные источники. И обо всем об этом мы поговорим. Чаще всего у нас для имитации соутбокса используются поверхностные типы источников света. Поэтому с них мы и начнем рассматривать нашу сцену. Все источники света в синеме находятся под иконкой лампочки на панели инструмента. Зажимаем левой кнопкой мыши и видим у нас выпадающее меню. И здесь мы выбираем поверхностный свет. И сейчас здесь у нас появляется прямоугольник. Перемещать, вращать, совершать все остальные действия с нашим светом. Можно также как с параметрическими объектами. Поэтому мы просто инструменты перемещения вытягиваем в наш прямоугольник. И видим, что поверхностный свет это некая квадратная фигура, которая излучает. Мы можем перемещать этот источник света по сцене, как-то его вращать, настраивать. То есть, работать так же, как с любыми параметрическими объектами. Но я чаще люблю настраивать таргет у определенных источников света, для того, чтобы они всегда светили в нужную мне точку. То есть, я отменю сейчас все действия. Вот наш источник света, как он был. Подниму его. И теперь нам надо создать нашу цель для света. То есть, то, на что он будет светить все время. Для этого у нас используется нулевой объект. Он у нас находится в синеме в вкладке параметрических фигур. То есть, зажимаем куб левой кнопкой мыши и здесь выбираем ноль. То есть, ноль это у нас вообще отсутствие какого-либо предмета. Это просто точка в системе координат, которая существует. Поднимем его вверх. Перейдем в режим проекционных видов. Посмотрим, чтобы она условно была в центре нашей сцены. Окей. То есть, ну, по сути, если у вас, допустим, необходимо что-то постоянно освещать в сцене, то ноль объект можно привязать к тому объекту, который будет перемещаться и заанимировать все вместе. Ну, то есть, и тогда источник света тоже будет постоянно идти за вашим объектом. То есть, не надо будет его каждый раз крутить. Ну, а также это очень удобно работает, когда вы просто настраиваете сцену даже без анимации. Теперь нам надо наш свет привязать и направить, чтобы он все время светил на наш этот нулевой объект. Давайте наш ноль еще переименуем цель света, чтобы потом не запутаться, что это у нас за ноль. Теперь для того, чтобы задать привязку нашему свету, нажимаем на него и правой кнопкой мыши выбираем теги анимации и здесь выбираем цель. То есть, у нас появляется такой тег с мишенью. В его настройках мы видим, что нам необходимо указать его объект, то есть, куда будет наша цель направлена. И мы как раз левой кнопкой мыши хватаем нашу цель света и бросаем в объект цели. И таким образом, видите, наш свет развернулся, да, то есть, он был плоский, смотрел условно в стену, а теперь он смотрит на наш нулевой объект. И если мы будем двигать наш нулевой объект, видите, что он, наш источник света меняет свое направление. И также, если мы будем смещать наш источник света, то он все равно будет разворачиваться и все время смотреть на наши объекты. Это очень удобно. Так, посмотрим. Удвинем. Пока так. Давайте зарендерим, посмотрим, что получается. То есть, вот уже наш свет направлен от источника света, да, то есть, вот было, вот стал. Это мы еще ничего не настраивали. Давайте его переименуем в свет справа. Итак, что здесь у нас есть в источнике света? Во-первых, мы можем поменять ему свет. Сейчас он по умолчанию стоит белый, абсолютно белый. То есть, мы можем задать ему там чуть теплый. Рендерим. Можем, наоборот, холодный задавать. Да, вот разница уже есть. Можем вообще какое-то яркое задать. То есть, вот уже абсолютно без какой-то расцветки, без выбора фактуры материалов у нас уже есть свет в сцене. Но вернемся к белому. То есть, пока мы будем с белым светом работать. Также у нашего источника света можно глобально регулировать яркость, да, то есть, вот у нас он хромный, светлее. Давайте поставим где-то процентов на 60, ну, потому что у нас будет несколько источников света, и нам не надо, чтобы каждый из них работал на максимуме, чтобы не создавать пересвет. Так, подвинем немножко наш источник. Рендерим, смотрим. Вот, уже приятнее. Также здесь вы можете поменять его тип. То есть, несмотря на то, что здесь мы выбрали изначально поверхностный источник света, можем передумать и изменить его уже в самой сцене. Если выбрать здесь какой-то тип, то он применится. Но сейчас нам это не нужно. Также у нас сейчас в сцене нет теней. То есть, у нас, как видим, от объектов ничего никуда не падает. Потому что, по сути, если есть источник света, от него должна быть тень. Для этого мы можем выбрать тип тени, то есть, сейчас ее нет. Можем выбрать мягкую тень. Выбираем, рендерим, смотрим. То есть, видим, у нас уже появились различные тени, которые отбрасывают наши объекты на стену. Можем выбрать жесткую тень. Тоже рендерим. Я очень быстро прохожусь по этим двум типам теней, потому что они используются крайне редко. Чаще всего все работают с третьим типом теней. Это поверхностная тень. Хоть она и более долгая в расчетах, но в плане того, что больше нагрузка идет на центральные процессы. Но, тем не менее, она дает более реалистичный результат. Также посмотрим дальше, как ее можно под настроить. Зарендерим, посмотрим. То есть, вот мы видим мягкая тень, жесткая тень и поверхностная тень, как бы физически реалистичная. То есть, у нас уже здесь есть границы перехода от их ярких участков теней к размытию. То есть, она уже такая более корректная. Также в таких источниках света нас интересует вкладка детали. Это следующее. Что здесь мы можем делать? Здесь мы можем, конечно, менять размеры нашего прямоугольника. То есть, увеличивать, уменьшать. Также мы можем менять их за желтые маркеры. Непосредственно во вьюпорте. Кому как удобней. Угол ослабления у нас для softbox всегда 180 градусов. Потому что для нас важно, чтобы излучала вся поверхность. Здесь нас интересует непосредственное ослабление. То есть, вообще физически у нас свет никогда не может распространяться бесконечным. А сейчас мы видим, что у нас такой достаточно бесконечный источник света. То есть, он нигде не затухает, он просто светит. Если мы поставим ослабление. Чаще всего работают в режиме обратное квадратичное физически корректное ослабление. Ну, еще мы будем использовать ограниченное. Но в данном случае выберем физически корректное. И сразу видим, что у нас с нашим источником света появилась вот такая сфера. Которую мы можем настраивать как непосредственно во вьюпорте. И ее радиус можем менять через внешний радиус. Он у нас появляется активным. Когда мы выбираем ослабление. Зададим, допустим, 800. И видим, что да, у нас здесь свет становится в центре более интенсивный. Дальше затухает, затухает, затухает. И за сферой он уже ослаблен. Зарендерим, посмотрим. Вот у нас уже такое более реалистичное освещение происходит. И также здесь давайте отключим. Только направление по Z поставим. То есть у нас таким образом свет будет испускаться не в обе стороны нашего softbox, а только с одной стороны. Вот видите, мы поставили галочку. И у нас таким образом с задней стенки не излучается свет. Так, теперь давайте скопируем наш источник света справа на источник света слева. Работаем так же, как с объектами. Нажимаем Ctrl. У нас появляется рядом с курсором иконка копирования. И тянем наш объект. И благодаря тегу Target он у нас сразу разворачивается и смотрит непосредственно на нашу сцену. То есть, по сути, если бы мы просто копировали, то наш источник света, он бы не смотрел на середину нашей сцены, а смотрел бы в ту же сторону, как и источник света справа. Зарендерим, посмотрим. То есть, вот уже интереснее. Да, вот было, стало. Два источника света позволяют теневые части подсвечивать. То есть, более объемное делать изображение. Давайте переименуем его в свет слева. И давайте еще раз скопируем наш источник света справа и сделаем фронтальный источник. То есть, так же зажимаем Ctrl, тянем вперед. Опять-таки, благодаря таргету у нас наш источник света смотрит непосредственно на нашу сцену. Теперь давайте уберем тени у источника света справа и слева, потому что, конечно, физически неправильно, что у нас тени падают от всех источников. И тем более, они когда пересекаются, происходят вот такие некрасивые клаватые артефакты. То есть, на рендере это видно. Вот у нас такой слепые пятна. Давайте отключим тип теней. На свете справа уберем, на свете слева тоже уберем. Ну и к тому же, так будет быстрее происходить просчет нашего изображения. То есть, чем больше теней, особенно в поверхностном типе, тем дольше происходит расчет нашего изображения. Вот уже лучше. То есть, да, видите, вот была такая контрастная граница с нарушениями. Ну и здесь уже более корректно все это происходит. Также еще можно добавить глобальное освещение нашей сцене. Условно это работает как настройки экспозиции при фотографировании. Но добавляется это все точечным источником света, то есть, самым простым. Давайте создадим его. То есть, убираем непосредственно лампочку. И у нас появляется вот такой источник света. То есть, это уже не плоскость, которая светит, а точка, которая испускает определенный свет. У нее все те же самые настройки. Можно задать какой-то цвет, задать ее интенсивность. Да, яркость. Давайте сразу понизим до 50-ти, наверное, где-то. И здесь у точечного света есть одна важная кнопочка, которую можно поставить. То есть, окружающая подсветка. Таким образом, когда мы активируем ее, у нас освещается вся наша сцена. То есть, куда бы мы не переместили наш объект, это уже не будет влиять. То есть, будет подсвечиваться глобально вся наша сцена. Вот, видите, уже как приятно начала освещаться. Уже пропали вот эти вот контрастные тени. Да, всего лишь мы добавили точечное общее освещение сцены. Поэтому чаще всего точечный источник используется именно в окружающей подсветке. Теней нам у него не надо. То есть, мы просто глобально регулируем яркость. Пайл «Сохранить сцену» и создадим ее копию. Теперь «Сохранить сцену как» поиграемся с настройками освещения. То есть, теперь будем работать здесь. Давайте сделаем уже какой-то более фантазийный свет. Чтобы задать сцене определенное настроение, можно менять цвет наших источников света. Допустим, свет справа можно сделать каким-то необычным. Например, зеленым. То есть, уже видим, как меняется наша сцена. А свет слева пусть будет оранжевым. Ну и фронтальный давайте тоже сделаем оранжевым. Сколько у нас там получается? 21, 43, 92. Я просто запоминаю проценты. 21, 43, 92. Вот, таким образом у нас получилось три источника света. Давайте, наверное, только еще интенсивность поднимем. Свет справа пусть будет процентов на 80. Потому что если мы хотим добиться такого яркого пустынного освещения, то, конечно, насыщенность и яркость света надо поднять. Цвет слева. Цвет спереди тоже давайте подкрутим. Посмотрим, что получается. Да, то есть, вот уже видите, ну, абсолютно другое настроение. Такой приятный свето-теневые переходы. То есть, вот у нас было белое освещение. Теперь непосредственно уже такое из двух достаточно контрастных цветов, если рассматривать по цветовому кругу Итана. Ну, в Global Light можно ничего не делать. То есть, оно так и будет 54. Файл сохранить сцену. Давайте откроем нашу предыдущую сцену с белым светом и пересохраним ее. Файл сохранить сцену как? Я назову ее там, допустим, 0.2. И тоже здесь поиграем с источником света. Давайте здесь вообще фронтальный свет спереди отключим. Да, то есть, отключаем мы, нажимаем на зеленую галочку и видим, что у нас свет пропал. Зарендерим, посмотрим, что получилось. То есть, мы видим, что у нас есть свет слева, свет справа и глобальный свет. Так, то есть, мы отключили фронтальный свет. И давайте настроим свет справа и сделаем, допустим, розовый. Такой розово-оранжевый. Тоже давайте яркость поднимем, потому что у нас теперь два источника освещения, а не три. Ну и плюс один глобальный. И слева давайте сделаем голубой, да, то есть поработаем на контрасте. Ну и тоже поднимем ему яркость. То есть, вот мы видим уже абсолютно другое освещение нашей сцены. То есть, вот было белое с тремя источниками. Плюс глобалайт. Здесь мы настраивали желтый с оранжевым светом. Здесь мы убрали фронтлайт. И здесь как бы настраиваем два боковых освещения. То есть, у нас холодный свет смешивается с теплым. Ну и получается такая интересная игра. И это мы все еще работаем без фактуры. Давайте все-таки включим Ambient Occlusion в нашем рендере, потому что здесь детали все-таки пропадают. Пока нажмем на настройки рендера. Ну и просто здесь ничего не будем менять. Зайдем в эффекты. И добавим окклюзию окружения. Эта самая окклюзия окружения добавляет у нас дополнительные тени на границах и рельефе наших объектов. И здесь я обычно нажимаю на ползунок света и выбираю какой-то более серый цвет. Там выставляю где-то на 20, чтобы она не была такой темной. Ну и давайте больше здесь ничего пока менять не будем. Просто закроем и попробуем опять зарендерить. То есть, вот о чем я говорила. То есть, у нас без окклюзии окружения получается такая достаточно слепая сцена. Получается, то есть, не видно каких-то деталей. А с окклюзией окружения здесь мы уже видим тени на границах переходов. Ну и как бы уже все такое более визуально привлекательное получается. В принципе, окклюзия окружения всегда используется при рендере, особенно при физическом. Так, может еще чуть поменьше. Сузим границу, подвинем ползунок. Ну да, так лучше. Видите, здесь так больше серого под шнурками получается. А мы передвинули ползунок здесь, вот этот центральный. Еще можно сдвинуть. И граница теперь не такая размытая. Ну и визуально, видите, меньше грязи. То есть, просто красиво, аккуратно подчеркиваются какие-то границы наших объектов, на стыке объектов. То есть, такие приятные физические эффекты. Дальше давайте посмотрим уже фантазийные источники света. Этот файл мы закроем и откроем опять нашу первую сцену с белым светом. Опять ее пересохраним. Для сцены с фантазийным светом, как бы киберпанк, мы давайте удалим все лишние объекты. И давайте даже вместо циклорамы сделаем плоскости, пересеченные под углом 90 градусов. Удалим нашу циклораму. Теперь у нас нет ничего, можем проверить, зарендерим. Давайте тоже создадим плоскость. Переходим в куб, плоскость. Давайте сделаем ее побольше. 2500 на 2500, так же как с циклорамы. Здесь сегменты не влияют, потому что изгибать мы ничего не будем. Можно даже побольше, наверное, 3000 на 3000 поставить. Копируем нашу плоскость и нам надо повернуть ее на 90 градусов, перпендикулярно инструментам вращения. Начинаем вращать, зажимаем shift и дотягиваем до 90 градусов. И теперь инструментом перемещения отбегаем нашу плоскость назад и можно вверх ее поднять. Давайте удалим также все источники света, кроме света спереди. Таргет давайте оставим, как он будет, он не помешает. Свет спереди пока отключим. И давайте в настройках рендера уберем Directional Light, общее освещение сцены. То есть для этого переходим в настройки рендера. В настройки. И здесь выбираем кнопочку освещения программы. Перерендерим. Все, ничего не видно, потому что у нас нет никакого источника света. Рассмотрим другой тип источника освещения, конусный. Заходим опять в наш свет. И выбираем источник, как он работает. То есть это реально конус света. Такой немного театральный эффект получается. Таким источником света можно придать несколько драматизма нашей сцене. Но используется он не так часто. То есть его также можно поднимать, перемещать по сцене, вращать. Но даже в случае этого источника освещения я люблю также использовать тег Телли. Так как у нас уже есть цель света. То есть у нас нулевой объект наш остался. Поэтому мы просто можем на наш конусный источник света правой кнопкой мыши добавить тег Цель. Ну и указать здесь тот же наш нулевой объект Цель света. Что мы можем с ним делать? То есть мы можем регулировать диаметр нашей окружности, которая освещает. То есть можно ее регулировать как физически и непосредственно во вьюпорте. Так и здесь в деталях. Ему также можно задавать ослабление света. Давайте зарендерим, посмотрим, что получилось. Вот, да. То есть как лучом от фонаря наш объект остается подсвеченным. Можно задать тени. То же самое во вкладках основные. Задать тень поверхностную. И зарендерим еще раз. То есть вот у нас уже падает тень от нашего объекта. Можно ее настроить, сделать не такой яркой. Настройки все те же самые. Так, отключим этот свет. Он нам в дальнейшей сцене не понадобится. Нажимаем на галочку, выключаем его. Также можно использовать светофор и в принципе выключить его из вьюпорта, чтобы нам не мешали эти наши каркасные линии. То есть нажимаем на верхний сигнал. Он становится красным и уже пропадает из вьюпорта. Ну и для верности нажмем на него, чтобы его не было и на рендере. Давайте теперь создадим видимые источники света. Будем делать фантазийное освещение. Обратно заходим в наш источник света и выбираем поверхностный тип. Вытягиваем его вверх. Смотрим, что здесь. Здесь нам не нужен таргет, потому что мы будем производить немного другие процедуры. То есть переходим во вкладку основные. Давайте зададим ему какой-нибудь цвет, розовый. И в деталях здесь выберем форму плоскости. То есть у нас стоял прямоугольник. Давайте выберем цилиндр. Здесь также надо поставить галочку «Показать при рендере». И смотрим за рендерем, посмотрим, что получается. Вот мы видим, что у нас уже есть такой вполне видимый источник нашего света. Сделаем его больше похожим на трубку. Наверное, 15 на 15 попробуем, посмотрим, что будет. Здесь давайте сделаем 500. И повернем вдоль стены. Давайте отодвинем прямо ближе к стене. Зарендерим, посмотрим, что получилось. Вот, видим, что у нас уже идет освещение, как будто от люминесцентной лампы. Давайте настроим еще параметры 20 на 20, потому что и потолще сделать. Рендерим, смотрим. Также ей можно поставить затухание. А теперь здесь вот как раз нюанс. То есть если мы будем рендерить наш источник света с физически корректным затуханием, то у нас будет вокруг него такое некрасивое свечение. Для этого можно выбрать квадратичное ограниченное затухание. И тогда, видите, просто появляется красивый, приятный свет на стене. Вот это как раз тот нюанс, когда можно менять этот тип. То есть чаще всего используются физически корректное, но в тех случаях, когда у нас источник света находится очень близко к какой-то поверхности и очень сильно бликует, то используем квадратичное ограниченное затухание. Давайте скопируем наш источник света. Зажимаем Ctrl, переводим вверх. И зададим ему другой оттенок, допустим, голубой. Только теперь наши кроссовки совсем никак не освещены. Давайте включим фронтальный источник света. Зарендерим, смотрим. Ну, теряется вся наша особая магия. Поэтому есть полезная функция в источниках света. Мы можем задавать те объекты, на которые он будет светить, а на которые не будет светить. То есть для этого на том свете, который мы настраиваем, переходим на вкладку сцена. То есть и здесь есть режим как раз исключения. То есть мы сюда закидываем все те объекты, на которые наш свет не должен попадать. Да, то есть для этого нам что нужно прежде всего? Это наши плоскости пола, плоскости стены. Теперь рендерим, смотрим, что получается. То есть таким образом мы видим, что у нас освещены только кроссовки и только подставка. В принципе, подставку мы тоже можем закинуть сюда. Вот, и давайте еще настроим нашу яркость фронтального света, сделаем ее поменьше. И давайте тоже ему какой-нибудь свет зададим, рендерим, смотрим, что получилось. Вот мы видим, что у нас уже наши кроссовки освещены, видны, в отличие от предыдущего варианта. Вот, и при этом наша стена и наш пол, они не освещают. В принципе, можно чуть яркость у каждого понизить. Взять эти два света в группу. Alt-G, либо правой кнопкой мыши группировать объекты. Переименуем наш объект, чтобы не перепутать с другим светом. Никогда не называйте синими объекты одинаковыми именами. Это тоже может привести к определенным ошибкам при рендере. Если у вас будет свет и свет. Поэтому старайтесь давать уникальные имена. И давайте скопируем наш объект вправо и влево. С контролом копируем еще в одну сторону и в другую. Рендерим, смотрим, что получилось. То есть, вот видите, уже прям совсем красота. Можно еще интенсивность у них понизить. Причем сделать там везде разную, да, сымитировать как будто искусственный свет. У нас же все лампы дневного света горят по-разному. Смотря кто на каком сроке годности, так скажем. Рендерим, смотрим. По сути, собрали сцену исключительно на одном свете. Также можно в синими задавать объекты для свечения собственные. Давайте выберем опять объект поверхностного света. Вытянем его. Перейдем в детали и посмотрим, какие еще фигуры у нас здесь есть. То есть, у нас здесь есть шайба, прямоугольник. Шайба это плоский диск. Линия, сфера, цилиндр, куб, полосфера, объект, сплайн. Вот как раз нас интересует этот вариант. Давайте сделаем светящийся обруч вокруг объекта. Для этого возьмем торус. Давайте его настроим. Увеличим радиус. Площадь поперечного сечения, наоборот, уменьшим. Так, давайте повернусь вокруг него, чтобы видеть, что происходит. Так, радиус кольца. Ну, давайте там 380 округлим. Сегменты кольца. Давайте добавим, чтобы не было таких вот скольчатых переходов. 64. Радиус трубы тут будет 8. И сегмент трубы, ну, окей, 16 на таком диаметре поперечном нас, в принципе, устраивает. Это не для данной сцены даже, в принципе, чтобы у вас было представление о том, что света может быть все, что угодно. Семь, я даже сделала радиус трубы. Теперь переходим опять в наш свет, который мы создали новый, да, вот этот, пустой. И здесь вместо прямоугольника выбираем объект сплайн. И когда мы выбрали во вкладке объект сплайн, у нас появилось именно окошко, куда мы можем наш объект поместить. Он, к сожалению, не перемещает параметрические объекты. Вот, допустим, если мы сейчас попробуем закинуть торт, то он у нас показывает, что не может его сюда поместить. То есть нам надо из параметрического объекта сделать полигональный. Это в синеме можно делать просто одной единственной кнопкой. Вот, называется конвертировать примитив. Вот, либо шорткат C, английская с клавиатуры. То есть нажимаем на наш торт, и видите, рядом с ним уже появляется значок, говорящий о том, что это у нас полигональный объект, да. И то есть пропадает абсолютно вся менюшка, то есть мы уже его по факту не можем никак изменять, как мы это делали. Вот, но зато теперь мы его можем поместить именно непосредственно в наш объект света. То есть помещаем, показатели рендерей, конечно, выбираем. Рендерим, смотрим. И вот видите, у нас уже начинает свиститься наш вновь созданный тор. То есть ему мы можем поставить затухание, тоже выбираем квадратичное ограниченное, потому что он у нас близко находится. Ну вот, и таким образом мы можем задавать свои собственные формы источников освещения. Давайте отключим все наши объекты, свет. Это в группах тоже выключим. В рендере. И посмотрим еще один тип источника света, бесконечный свет, удаленный. То есть здесь он, собственно говоря, имитирует освещение естественное. То есть вот у нас наш свет, куда бы мы его не поместили, мы его можем единственное это вращать и таким образом менять его угол. То есть как бы он больше используется для внешнего света, света, который проходит через окно. Так, здесь то же самое, можем ему тень задать, как-то поменять его настройки, допустим, теплые сделать. Именно поэтому удаленный свет используется редко. То есть, конечно, по стандартам индустрии у нас всегда минимум трехточечный тип настройки освещения для того, чтобы все детали сцены были видны. Возможно, анимация подсветки именно за персонажами. Но это все мы будем дальше рассматривать. Поэтому можете поэкспериментировать с различными настройками света, цветовыми, интенсивности, для того, чтобы создать наиболее впечатляющий, захватывающий опыт просмотра вашего контента. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова